Усе союзный Ленинский коммунистичный союз молодёй урочисто отзначает 105-ю годовину с дня заснования организации. С нагоды круглой даты пионеров, активистов БРСМ и ветеранов комсомольского руха запросили на святочный концерт. Удельники со встречи означают комсомол уникальный молодежный рух, який стал сопроводной школой життя для миллионов молодых людей Советского Союза. И он был у кузняй лидеров, выховывал отказность перед товарищами, давал махчимость в реальной справе раскрыть творчий потенциал и лепшие человеческие якости. Сегодня, конечно же, мы поздравляем в первую очередь литературном комсомольского движения, того движения, которое стержнево пронизывало все сферы жизнедеятельности, охватывало всех молодых людей. И мы прекрасно понимаем, что это было то время, которое требовало такого молодежного порыва. Очень важно, что БРСМ так активно перенял традиции строятрядовского движения и волонтерского движения. На тематичной выставе «Пераемность поколения» – самые яркие приклады деятельности комсомола и коллекционные предметы массового молодежного руха с 1917 года. Вот такой кусочек газеты мне достался в мою коллекцию. Тоже очень раритетный и очень интересный о нашем существовании, нашего большого государства – СССР, нашей БССР, ну и в нынешнем поколении нашей Республики Беларусь. Мы видим с вами газету, датированную до 2024 года, где газета – это наш один из номеров газеты «Коммунист» в нашей Бабруйске, где мы видим газета написана на еврейском – товарищ Ленин, товарищ Сталин и товарищ Молотов на фотографии. У святочной программе гучали любимые песни и мелодии комсомольского юнацтва у выполнения творческих коллективов города. А выником мероприемства стал открытый диалог с встречи поколений, подчас якого молодые люди почули интересные истории про комсомольский рух. Кристина Каранкевич, Алина Бабарикова и Леонид Секорин. Новины региона.